так еще один вопрос значит даже два вопроса значит от дмитрия вяткина первый вопрос после просмотра нашего ролика я там просто выкладывал давно и так и не то выложил вот и уральских причин так скажем вот значит вопрос такой я там показывал распиливал компрессор и потом ну то что переставить может обзел из двух компрессоров у которого одного компрессора обмотка исправно но и ситов они одинаковые совершенно комплектора а у другого неисправно это обмотка на исправне механической части вода механическая цель у другого обмотка значит из них двух можно сделать компрессор спилить их значит и потом он спрашивает каким образом на себя его заваривал ну заваривал я обычной сваркой электродуговой простыми электродами мр-3 электродами троечкой так еще что тут спрашивает и как правильно и как проверил на герметичность действительно что можно конечно допустить там раковинку все-таки не полуавтоматом полуавтомата у меня нет значит проверяется просто элементарно естественно нужно впаять во все значит патрубки которые выходят из компрессора клапана шредера заветить их поставить не пиля бы вообще закрутить их клапачками накачать значит у него в компрессор сам ну я накачиваю обычно 20-25 атмосфер бар вот и прям просто найти емкость ведро если полезет туда компрессор значит либо какой-то покорит что просто буду полностью погрузить накачанный уже и посмотреть подождать там минуту две-три не видно нигде пузыречки не выходит поэтому качать надо побольше чтобы все-таки видно было в раковину какую-то продавила значит накачивать желательно после того когда вы зачистили то есть вы проварили не сразу там сбили там шлак допустим не полуавтоматом варили и правда опускаете вот а зачистите его болгарочкой зачистым кругом там аккуратненько все это дело чтобы красиво было вот и после этого чтобы видно было первых визуально проверить есть и раковинки вот и потом накачали опускаете за что да вот эти уже есть там где-то пузыречки или нет если где-то появилась раковинка у вас осталось ну подвариваете защищайте как это подварить иметь и повторяйте этот процесс еще раз вот здесь ничего сложного нет ничего обмыливания не советую вам делать то есть я пробовал обмыливать но ненадежно потому что можно пропустить раковину а это опустил целиком его ничего вода в него никак не попадет вытащили его оттуда все протерли немножко подсох никаких проблем значит второй вопрос на эту же тему нас не перегревается ли в процессе сварки компрессор когда башку ему ставишь да уже собрал поставил и провариваешь значит я смотрю тоже ролик там один значит бассер рекомендовал значит его низом ставил в воду значит чем это мотивировал в принципе логика определенным этом есть да есть очень сильно конечно греется корпус вниз внизу там либо три либо четыре опоры пружинных стоит там пластмассовые такие вставочки стоят до что пробилка овала плотно и не громыхала вот если сильно перегреть да то есть ну порядка допустим до 150-160 градусов уже пластмасса может слегка поплыть так скажем вот но не знаю у меня такого вроде не было чтобы было ничего не делаю но если вы хотите перестраховаться действительно можно допустим либо сниз вниз обмотать вложить тряпочкой либо даже вот в какой-то тазик налить воды поставить хуже от этого не будет вот если вам это не мешает варить будет от этого только лучше можете так делать но я так этого не делаю то есть я просто завариваю башку эту ставлю значит ему обвариваю значит тут же сразу после этого охлаждаю 10 до краска конечно она обгорает да вот это вот его приходится красить заново вот если что этикетка может подгореть до шильдик вот этот ну тут можете конечно вот в принципе обмотать его мокрой тряпкой то есть сам вот компрессор может быть действительно лучше бы обмотать вложить значит какой-то ветошью вот чтобы все таки тепло отводить я думаю хуже от этого не будет во первых я говорю перестрахуйтесь по поводу вот этих вот вставочек пластмассовых ну и сохраните шильдик на если он важен конечно конечно желательно сохранился шильдик вообще можно в принципе даже аккуратненько его нагреть и отклеить я так делал так отклеивал его нагревал феном техническим отклеивал потихонечку а потом обратно его приклеиваю покраски потому что когда вы будете красить сложно его как бы вот сделать так чтобы он выглядел по заводскому а если вы отклеите шильдик он будет у вас выглядеть как будто бы вы не ремонтировали но если вы аккуратно заварите зачистки не видно было ну вот я думаю на вопросы дмитрия вяткина я ответил в полном объеме спасибо ну и кто ты после этого умный и хитрый или дурак